Ивановскому цирку в конце сентября исполняется 85 лет, но как старичок он совсем не выглядит. Недавно здесь завершилась масштабная реконструкция и теперь Ивановский цирк считается одним из лучших в стране. На 11 тысячах квадратных метров разместились все необходимые помещения, чтобы принять труппы любого размера и любое представление может здесь проходить. У нас нет своей труппы, но есть богатые традиции и за это нас любят гости из других городов. Цирк – это радость, детский смех, загадки и блеск. Здесь прекрасно все – улыбающиеся артисты на сцене, хохочущие люди в зале, сплошной позитив и удовольствие. Здесь у всех все получается легко и непринужденно, здесь всегда праздник. Кажется, что волшебство в цирке творится только в субботу и воскресенье, но артисты и работники сцены знают – волшебство не прекращается ни на мгновение. Про закулисье расскажите, здесь своя атмосфера? Да, здесь вообще сказка для нас. Потому что я, допустим, я ребенок цирковой, попилочный. У меня мама с папой поработали, то есть фактически впитала все, что можно впитать. И, знаете, говорят в хорошем смысле слова, что цирк – это болото. Но оно хорошее болото. Вот его все время тянет, тянет. Даже многие артисты уходят, возвращаются. Потому что на другом уже поприще как бы редко кто может. А все равно, знаете, какое-то притяжение. Какие программы может цирк принимать? Ну, наш цирк может принимать любые программы современные, которые существуют в Росгосцирке. У нас нет таких, скажем, ограничений, которые бы позволили не принять такие программы. Ну, это, например, какие? Ну, мы можем принимать цирк на воде, цирк на льду, шоу, разнообразные шоу. На манеж жалуются или хвалят? Нет, манеж у нас на данном этапе очень современный, качественный, ровный. Если брать до того, как было в старом цирке, манеж был неровный, сейчас артист очень довольный и все, скажем так, восхищаются. Артисты репетируют с понедельника по пятницу. Также под куполом, как и нашел, только буднично, по-рабочему сосредоточенно. Ивановский цирк считается цирком средней вместимости. Он может вместить в себя 1626 гостей. Для сравнения, Большой Московский цирк может пригласить 3400 посетителей. Лучшими секторами считаются желтый и зеленый, потому что здесь самый лучший вид. Вид на выход артистов. После ремонта в цирк закупили очень дорогостоящее световое и звуковое оборудование. Сейчас мы с вами находимся на рабочих местах художника по свету и звукооператора. Отсюда они ведут представления, а также репетиции. Вот посмотрите их рабочие места. Вот здесь находится художник по свету, вот здесь работает звукооператор. Очень много про туры, сложный. Такое ощущение, что люди думают здесь как бы про туры, как в космическом корабле. Очень дорогая, современная. Считается одной из самых лучших на данный момент. В обновленном цирке комфортно не только зрителям, но и гостям, в том числе четвероногим. Что тут должно быть внутри? Ну, во-первых, должен быть пол деревянный, чтобы не было холодно. И, конечно, подушка из опилок, чтобы было теплее. И тем самым все это моча, чтобы впитывалось, чтобы лошадка была чистенькая и ухоженная, чтобы меньше потом чистить. Лиличка, иди сюда. Давайте возьмите, угостите ее. Лия, наскоряк. Давай? Наскоряк. Молодец. Технических помещений хватит, чтобы разместить слонов, верблюдов, жирафов и других хвостатых здоровяков. Скажите мне, пожалуйста, вот какие условия должны быть, чтобы вы поняли, что с животным здесь будет хорошо? Да нам никаких особо каких-то сложных не нужно, чтобы было светло, тепло, чтобы были станки, потому что не в каждом цирке они есть. То есть приезжаешь, в основном это просто голые стены, ты ставишь там свои ворота, еще что-то. В принципе, ничего сверхъестественного, чтобы было помещение теплое, уютное, светлое, как тут. Показывайте, кто это? Это Янис, это голландский фриз, молодой парень. Да, Янис? Чем-то очень заинтересовался. Так мы можем улыбнуться в камеру, улыбнешься нам, вот он улыбается, вот так вам, очень рад. Да. А с точки зрения ухода они, не знаю, часто болеют или они неприхотливые? Нет, фу-фу-фу, как бы болеют не часто, главное, вот видите, ему очень нравится ваш микрофон. Нет, болеют не часто, но как бы ухаживаем за ними, купаем, с шампуньками, с бальзамочками. Нет, это мой микрофон. Почему, скажи? Он очень похож на морковку. Ивановский цирк носит имя семьи Волжанских, а точнее Владимира Волжанского, советского артиста, режиссера и конструктора циркового оборудования. Он родился в Иванове, прославился на весь мир. Недолго он и работал здесь, в этом цирке. Сколько змей привезли с собой и какие нужны для них особые помещения? У нас всего 8 змей, и особых условий не нужно, у них свои террариумы. Каждая змея в своем террариуме живет. Породы разные, тигровые питоны, альбиносы, удавы. Вот самый красивый тигровый питон, альбинос. Давайте посмотрим. Для них нужна какая-то особая температура? Да, не меньше 20 градусов. Ой, она меня не съест? Нет, не съест. Точно? Ой, боже мой, боже мой, боже мой. И как их нужно содержать, как часто их нужно доставать, малыш? Это девочка или мальчик? Мальчик. Ты мальчик. Как? Ну, чтобы температура была не меньше 20 градусов. Это самое главное для них. Они потому что очень любят тепло. И, конечно, чтобы была влажность. Чтобы не была кожа мягкая и гладенькая. А не поддаются вообще дрессировке? Потому что кажется, что не очень. Конечно, поддаются. У каждой из них свой характер. Кто-то вредный, кто-то более-менее вредный. Как и люди. А какой у него характер и как часто он кушает? Ну, он спокойно и питается раз в две недели. У каждого артиста своя гримерка. У каждого питомца вольер. Мы привезли собак. Породий называется Самоер. Количество собак у нас 7 штук. Живут они вот в таких клетках у нас. Каждая по отдельности. Вот так вот. Как зовется? Князь его зовут. Ты князь, что ли? Князь, молодец. И как они здесь живут прям целые сутки? Находятся в этих клетках? Ну, конечно. Ну, мы выгуливаем их. Князь, иди гуляй. Князь. Князь. Князь, гуляй. Князь. Пойдемте. Пойдем. Оп. Ай. Вы здесь не репетируете? Нет, мы здесь не репетируем. Здесь они выгуливаем. Мы их выгуливаем. То есть они сделали свои дела. И мы идем утром на репетицию. А на улицу как же? Это же собачки. На улицу, когда выходные дни, мы выгуливаем вместе. С супругой встаем, мы как бы смотрим. Они побегают, погуляют минут 20-30. И все, мы обратно заводим. Так что живут они здесь. Цирк – это не только то, что творится в Манеже. Не столько то, что скрыто от глаз зрителя. Цирк – это нестареющий вид искусства. Сложного и яркого, громкого и провокационного. И хорошо, что в нашем городе есть цирк. Теперь, когда он отремонтирован, свеж и современен, сюда всегда много желающих приехать с гастролями. Ивановским зрителям несказанно повезло. А 85 – это только начало. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.